Я хотела бы в первую очередь представить вам моего собеседника сегодня вечером и в целом сказать, что мы сегодня начинаем серию прямых эфиров о санскрите и российских санскритологов под таким общим названием «Жизнь замечательных санскритологов». И хочу вам представить в двух словах Марца Юрьевича Гассанса, с которым мы будем проводить эти беседы. Ну, давайте я зачитаю, я не смогу запомнить все вот эти вещи, я зачитаю сейчас. Марц Юрьевич, филолог-востоковед, кандидат филологических наук по специальности сравнительное историческое языкознание. Не среднее, заметьте. Не среднее, не среднее, нет, сравнительное. Высшее? Высшее, нет, нет, это была оговорка. Член Союза писателей России, член Общества востоковедов России. Все верно, Марц Юрьевич? Да, все чистая правда. Но более того, главное, чем я занимаюсь последние 9 лет, это издание книг по санскриту. Так, подождите, это у меня было в плане чуть позже. Значит, я следующим этапом хотела сказать, что вот эти все замечательные слова у вас громкие, о том, что вы, соответственно, и кандидат филологических наук и все остальное. Для меня вы, прежде всего, мой первый преподаватель по санскриту, который научил меня писать на Деванагаре, который научил меня пользоваться словарями, словарями бумажными, словарями электронными, за что отдельное спасибо, потому что электронные словари – это очень удобно, это очень здорово. За ними будущее, но не умея пользоваться бумажными, это будущее никогда не наступит. Согласна, согласна. И в целом этот человек, который для меня, вот я могу при себя сказать, открыл мне мир санскрита в том смысле, вот знаете, с точки зрения научных переводов, потому что вы бы слышали мои переводы, вспомните, Марсович, про мокшу и про все остальное, что я там понимаю. Ну, мокшу, не Катерина видела мокшу там, где ее не было, и там, где она была, она ее не видела. Именно, именно. То есть, ну вот вы меня научили все-таки видеть мокшу там, где она должна быть. Но ее жгучее стремление продолжало вести ее все дальше. Ведь все ведь началось с того, что Екатерина считала, что достаточно красиво выглядеть и красиво исполнять, так сказать. Правда, про первую часть не согласна, совершенно не соглашусь. Я считала, что достаточно просто хорошо произносить тексты на санскрите, и этого достаточно для такого полного морального удовлетворения. Но пришел тот час, когда это перестало меня удовлетворять, и, соответственно, был найден Марс Юрьевич с легкой руки Виктории Дмитриевой, которую я видела, она тоже присоединилась к нашей беседе, за что я ее благодарю. Вот. И мы давайте будем уже ближе. Сделал тот неосторожный шаг, когда, значит, две прямые соприкоснули. Тересеклись. Тересеклись. Да, да. Согласились. Сына узнала, что, оказывается, значит, ее шкаф недостаточно емкий, и надо поменять квартиру, и, в принципе, дом, для дома нужно делать, пора делать пристройку, потому что то, чем она пользовалась до этого, было малой частью того, что нужно просто держать на расстоянии вытянутой руки, чтобы даже о каких-то якобы простых вещах не переврать, нужно иметь возможность постоянно наводить справки. Наводить справки в файлах можно, но если чем-то пользоваться ежедневно, то бумажные книги никто не отменял. То есть все файлы у меня с собой, где бы я ни был, но основные книги... Сколько бы раз я ни переезжал из города в город, из квартиры в квартиру, у меня всегда есть разные коробки, и на одной из них написано «Санскрит главное». Есть санскрит разный, разных сортов коробки, но вот в одной коробке есть те книги, без которых я не доживу до вечера, и которые должны быть при мне перед сном. Да, я как раз хотела упомянуть о том, что вы являетесь издателем, вы являетесь основателем серии книг, которые называются «Библиотека Санскритика». Мы о них сегодня поговорим чуть позже. А сейчас я хотела бы вам задать вопрос. Ну вот, в принципе, хотелось бы начать, поскольку у нас сегодня такая знакомительная, скажем так, беседа, такая прелюдия перед вот этой большой, нашим большим планом относительно того, чтобы рассказать людям о жизни различных санскритологов, российских санскритологов, неизвестных совершенно, но без работы которой мы не смогли бы сейчас в полной мере изучать язык, вот так, как мы это можем делать, потому что... Ну, я скажу позже, почему это важно. Академически изучать санскрит, понятный для западного человека, именно. Да, для белого человека, то есть санскрит белого человека. Для западного человека, давайте так будем выражаться. Он отличается для санскрита, то есть есть санскрит и импорт, и есть санскрит на экспорт, и они разные санскриты. И нельзя сказать, что тот импортный плохой, но с учетом того, что мы поздно с тобой начали изучать санскрит, у нас чуть меньше времени, и поэтому мы вынуждены идти на некоторые... Ну, я не хотел бы сказать компрометным, но нам приходится брать вот эту крепость усиленно, более интенсивно, и, увы, в более сжатые сроки. Да, совершенно правильно. Так вот, Мартина, я хотела у вас вот о чем спросить. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот с чем связан такой огромный интерес к санскриту, в принципе, в мире, что практически во всех крупнейших университетах мира изучает... Есть кафедра санскрита, и есть кафедра изучения древнеидийских языков. Мы не только о санскрите говорим, да, мы говорим о языках палии, там большое количество древнеидийских языков под этой, ну, скажем, под этим... Перлыком. Перлыком, да, скрывается. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, чем вызван вот этот огромный интерес? Почему это важно? Почему важно чтобы на каждый язык мира, на английский, французский, русский, я не знаю, там, итальянский были переведены? Рамайяна, Махабхарата, Бхагавадгита. Почему это важно так? Я не знаю, Екатерина, почему... Мне уже гнать. Почему? Я знаю, что санскрит движется волнами. То есть было несколько волн. Волна первой эмиграции, второй эмиграции, третьей эмиграции. И первая волна, она была связана с зарождением романтизма в Западной Европе. То есть немцы, не имеющие никаких прямых торговых контактов с Индией, вдруг заболевают Индией. И даже англичан, которые имеют прямую выгоду взаимодействия и углубление взаимодействия, они оказываются в некоторой конкурентной... Ну, не то чтобы Барри Бена, но на самом деле там много моментов именно такого. Ну, кто... Кто первый? Кто... Собственно, вот это зарождение, оно получается изначально не имело прикладного смысла. Собственно, как санскрит и сейчас не имеет прикладного смысла. То есть это некоторое... Ну, в смысле... Вы же чувствуете моё несогласие с вашими словами. Я чувствую своё несогласие, но я сперва, значит, пытаюсь сказать, что, конечно, санскрит, и, значит, как бы он для нас, он заведомо... Это некая роскошь. Это не прожиточный минимум, как, например, английский. Это некоторое расширение наших возможностей, так как я считаю, что изначально мы не рождаемся людьми, а людьми мы должны становиться. Но это как раз один из возможных путей знакомства с самим собой, то есть с своей безграничной тупостью, которая накопилась в течение многих столетий и санскрит это настолько такой, скажем, такой алмаз, который преломляет свет, который показывает всю тщетность всех усилий, умственных усилий, которые мы прилагали до этого к какому-то небово явлению. То есть оказывается... Давайте я переведу на русский язык то, что Марсур еще сказал. Значит, история заключается в том, что изучение санскрита действительно требует достаточно высокого уровня концентрации, удерживания. Как, Марсур Ильич, ваше любимое выражение? Гениальный человек это кто? Это тот, кто может связать три вещи. Потому что... Не связать, а удерживать в голове. Одновременно. Ну, как бы гениальный на самом деле может четыре-пять. А талант может три. А мы сталкиваемся с тем, что мы даже одну мысль, не то, что две, не можем удержать больше одной минуты. И это, конечно, отрезляет. И это лечебный эффект санскрита. Изучение санскрита. Ну, Марсур Ильич, но не поэтому же ведь изучают санскрит во всех университетах. Как в профилактических целях, ты хочешь сказать, не в профилактике ради. Сейчас вы сказали про конкретных людей, скажем так. Но все-таки, как вы считаете, почему настолько важно, почему кафедры санскритологии существуют? Почему это все не только не выродилось, но еще и возрождается с возобновленной силой. То есть на сегодняшний момент в 14 университетах Германии преподается санскрит. Много ли это или мало? Я считаю, что это много, потому что список древних языков длинный, но почет и уважение, которое отдается санскриту, не сопоставимо ни с одним, ни с другим, даже неважно каким, семитским, эндоэропейским языком. То есть до какого-то 16 века, допустим, в Европе считали, что все языки восходят к древнееврейскому. То есть преобладал интерес к семитским языкам, как к возможным истокам всех языков. То есть получается, что в санскрите много что переплетено. И вот этот интерес, он на самом деле, наверное, связан с желанием понять, кто мы и откуда. хорошо. Тогда такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как был, ну, грубо говоря, открыт, вот с чего началось вот это вот шествие, вот этого изучения санскрита именно в Европе? Вне Индии, как бы, да. Да, вне Индии, да. Значит, у нас многократно Папа Римский посылал миссионеров вместе с колонизаторами, с датчанами, с, значит, португальцами, наверное, тоже. Да, то есть, да, то есть всегда в комплекте прилагался какой-нибудь образованный полиглот, который на месте пытался написать какую-нибудь свою грамматику. То есть, приехав вместе с торговым, скажем так, флотом, в частности, вот до нас, до наших дней, дошло, и буквально несколько лет тому назад была опубликована такая вот грамматика, где санскрит назывался языком грандонским, то есть, от слова грандха, то есть, от слова книга, то есть, язык книжный и на юге, собственно, в том портовом городе, где высадились европейцы, они, значит, не зная, как называется этот язык, условно его назвали грандонским. Так вот, спустя 500 лет эта грамматика теперь сделана доступной. Она пролежала 500 лет в Ватиканской библиотеке и теперь стала нам доступна. И таких историй много. То есть, санскрит, видимо, как и Америку, открывали много раз. И каждый раз об этом или забывали, или на самом деле знало настолько незначительное количество людей, что оно, в общем-то, оно забывалось. Соответственно, потом были итальянцы. И как бы... Но! Реальная волна популярности пришла, конечно, с англичанами. Ну, то есть, получается, путешественники и вот люди, которые вот ездили в эти страны, вот благодаря этим людям, соответственно, попадали к нам и попали в Европу и в Россию, да, в частности, вот эти все знания о санскрите и какие-то тексты на санскрите, так? Ну, да, то есть, сами индусы к себе относятся внеисторично. Нету привязок, хронологических привязок. И только когда появляются путешественники из Греции, Китая и Альберуни, у нас есть внешние зацепки, мы можем выстроить хотя бы подобие хронологии и, собственно, получается, да, что только чужой человек может полноценно, получается, задокументировать и ему некоторые вещи кажутся странными и именно поэтому он их отмечает. Ну, вы упомянули Альберуни, я хотела бы тогда для наших зрителей, для тех, кто будет смотреть потом эту запись, рекомендовать очень книгу для тех, кто интересуется древней индийской культурой, книгу Альберуни, которая называется Индия. Мартий, прокомментируйте ее в двух словах, вы рекомендуете для... Я, значит, однозначно советую достать этот зеленый тысячестраничный полиант, и пока вы его еще не достали, на алибе можно достать все, что когда-либо продавалось в России, я однозначно советую посмотреть превосходный советский художественный фильм про Альберуни. Это находка даже в наше чумное время, даже про чуму там эта тема затрагивает. Не надо, не надо. Ладно, у нас как раз у всех есть время, мы сидим, тут, вы говорите, тысячестраничный полиант, ну, почитаем тогда, хорошо. То есть, вопрос не в том, чтобы... Значит, Альберуни обязательно нужно читать тем, кто интересуется астрологией, потому что это основа, большая часть книги посвящена описанию, собственно, астрономических явлений, поэтому, если вы заявляете, что вы интересуетесь джетишем, но при этом не читали русский перевод с арабского Альберуни, это значит, что вы не интересуетесь джетишем, а лишь заявляете, что интересовались. Ой, Марсирович, ну, вот мы все время так, вот, вот, хорошо. Просто, друзья, рекомендуем, очень интересная книга. Это как бы настольная книга, это настольная книга, потому что это настолько не устарело, то есть, когда Альберуни пишет, что в Индии все записывается стихами, это ведь не устарело, ведь не все народы спустя тысячелетия сохраняют свою, в общем-то, устную поэзию, допустим, да, а в Индии, получается, есть, Индия отличается уже от Ирана. Казалось бы, самые ближние соседи и по происхождению, по этническим контактам, торговым контактам, и он удивленно отмечает для себя, что они все пишут стихами, для того, чтобы запомнить, то есть, другой подход. И это чем перекликается, да, Даль тоже, ведь Даль приезжает в Россию и как бы он получается, он чужой, и чужой человек описывает русский язык с такой полнотой, которая не произведена по сей день. И в своем предисловии Даль пишет, что в санскрите следует искать истоки русского языка. То есть, помимо самого словаря, который, конечно, в интернете гуляет уже лет 20, есть предисловие. И это был золотой век санскритологии, и этот интерес подогревался интересом, ну, в частности, того, откуда славяне. И Даль говорит, истоки там, истоки древней. Скажем, именно там, да, вот в той части. Хорошо, Марс Ильич, давайте перейдем, как все-таки, как санскрит попал в Россию, как начались вот эти вехи изучения санскрита, какие волны можем мы описать, вот интереса и, возможно, какой-то интерес к разным языкам древнеиндийской группы, да, то есть, вот расскажете нам об этом? Как в России? санскрит к нам попадает, конечно, опосредованно, то есть, косвенно. Прямых контактов, прямые торговые контакты, значит, у нас были, но они не повлияли на знакомство с языком, то есть, первый художественный перевод с древнеиндийского источника через английский опосредованный перевод, это, собственно, книга-книг Багуат-Гетта. То есть, так они перевели, да, вот в тот момент? Да, Багуат-Гетта. Это, Екатерина, какой у нас год, то есть, это? 1788. Да, то есть, как бы, это уже скоро будет 300 лет, как мы соприкоснулись с древнеиндийской словесностью, то есть, помимо грамматики, есть океан, язык, то есть, одно изучение языка, можно заниматься изучением языка всю жизнь, но литература еще в тысячи раз больше. Вот знаете, Марсевич, вот это один из ключевых моментов, почему, собственно говоря, я решила изучать санскрит, потому что в тот момент, когда я принимала решение, ну, то есть, скажем, у меня стоял вот этот вот интерес, я поняла, что все, я хочу понимать, понимать этот язык, я хочу читать на Деванагаре, и у меня в этот момент в жизни, ну, понимаете, вот, видимо, как всегда, мы стоим перед каким-то выбором, и у меня был выбор следующий, либо я изучаю французский язык, потому что мне необходим, да, мы живем в себе сейчас в Бельгии, и, ну, французский язык, вот, ну, нужен был бы здесь, а второй, на второй, как бы, чаши весов у меня санскрит, который, ну, просто вот, это то, что моя душа просила, и я понимаю, что у меня на два языка не хватает времени, я не смогу заняться этим и тем, и перевесило как раз то, что, я представила себе, хорошо, я изучаю французский, и что это такое, это чтение журналов, каких-то книг, ну, что там, что там во французском, ну, очень нити, и тут вот, понимаете, санскрит, читать у Панишады, Бхагавадгиту, читать, там, не знаю, какие-то басни, интересные вещи, думаю, нет, ну, я выбираю санскрит, и вот это был для меня тоже такой ключевой момент, именно вот в рамках литературы, и, наверное, когда я вас спрашиваю, почему же все-таки в университетах изучают санскрит, может быть, тоже в том числе, что оставлен огромный корпус литературы, ну, вот корпус текстов на санскрите, которые, ну, нужно изучать и нужно переводить, и в них что-то есть очень важное для нас. На самом деле, в университетах очень большой перекос в сторону языка. Именно изучение как языка, именно как филология, да? Да, то есть литература, это в лучшем случае, если это именно специализация, это четвертый, ну, третий курс даже не очень, четвертый, пятый курс, то есть, как бы, древнеиндийская словесность на самом деле недолюблена, что ли, да. Ну, Марс Юрьевич, ну, посмотрите, но ведь в России, когда вот начинается вот этот интерес в 18-19 веках, вот переводят же интереснейшие вещи, да, тот же самый, ну, тот же самый... Тот же самый Косович, например, предисловлено к своему словарю, говорит, что, а давайте-ка я переводу, переведу всю Махабхарату. Значит, имел же неосторожность человек, который стал основателем преподавания санскрита в университете, имел же неосторожность, он понимал, уже представлял себе объем работы и имел неосторожность предположить, что один человек это сделать может. И английские переводчики действительно показывают нам, что такие выдающиеся личности существовали, которые в одиночку брались переводить 18 книг Махабхараты. Ну, то есть он действительно имел такое намерение перевести, да, 18 книг вот этих книг? Дело в том, дело в том, что он родился в нищей белорусской деревне, и нельзя сказать, что он был дворянином, у которого были все как бы возможности даны. Он, как Ломоносов, сам сделал себя self-made man. И он ну, это удивительная красота история, когда, казалось бы, все вокруг против, а ты и даже имея, будучи даже полиглотом, то есть владея десятками языков, говоришь, что среди всех языков красивее древнеиндийские. И тебе... Марцович, давайте, а Косовича, мы сделаем отдельный с вами прямой эфир, потому что я считаю, что этот человек заслуживает отдельного вот прям рассмотрения и там рассказа о его деятельности, о его жизни, да, мы им обязательно сделаем все, к тому же в вашей серии библиотеки франскритики есть ни одна, ни одно издание, правильно же, Да, у нас целые две книги. целые две. С предисловием, значит, историка, то есть помимо людей, изучающих язык, у нас на русском языке есть достойнейшие историки, например, из ныне здравствующих, значит, Вегасин, чей перевод, например, Эдиктов Ашоки, это интереснейшая грань зарождения письменности, зарождения, значит, кодификации каких-то устных наставлений, высекаемых на камне, то есть... Марсич, ну, это какой это был язык? Это брахмия? Это на брахмия было? Брахмия – это разновидность письменность. Такой именно язык нам достоверно неизвестно, но это некий, как бы, некий ранний прокрит. И самое интересное, что в этот момент истории грань между этим прокритом и санскритом не столь велика. То есть существует правило пересчета. То есть это некоторые два разных языка, ну, даже не то, чтобы два разных языка, это некая общность языков, которые со временем расходятся. Но в тот момент получается, что прокрит имеет одни функции, а санскрит, он намеренно не записывается, намеренно остается устным, недоступным, элитарным, собственно, да, элитарным. Санскрит, язык, элитарный. И таким... Устный, да, Март Сергеевич? Устный передают устно, да? Устный. Санскрит, конечно, устный. И поэтому я очень тепло отношусь к твоей попытке возродить и сохранить и размножать именно эту устную традицию, чтобы не было перегиба в пассивное академическое использование санскрита. То есть пытаясь оживить те немногие вещи, которые нам удается понять, которые нам доступны. То есть я считаю, что, конечно, санскрит – это только звучащий язык. И, конечно, я издаю книги, но это вход. Это вход, но это еще не то, ради чего. А то, ради чего, конечно, оно должно звучать. Хорошо, давайте вернемся. То есть первое издание было в 1788 году. Перевели Бхагавадгиту, но ее перевели с английского языка. То есть что за рождение… был интерес литературный к вот этим всем вещам, к разным текстам на санскрите. И я хочу в этой связи упомянуть и показать нашим зрителям. Возможно, кто-то еще не читал. Я рекомендую почитать эта книга «История Налида Маянти». Особенно зрителям с детьми. Да, вот Марс Юрьевич всегда рекомендует нам на занятиях тоже вовлекать детей, потому что это язык, это красивым русским языком по сути написана история из Махабхараты. И Жуковский, он, конечно, не знал санскрит, но… Да, но был прекрасный немецкий перевод. И так как Жуковский поэт перворазрядный, то на самом деле то, что это не прямой перевод, это совершенно второстепенная вещь, потому что его книга явление русской литературы по индийским мотивам. Ну вот я к тому, что интерес к этому был в литературе, то есть он находился в русской среде, и это также показывает вот эту близость и общность культур между Россией и Европой в то время. То есть каким же образом стал санскрит, вот именно становление, как происходило санскрита, вот как, скажем, как школы в России, вот какими этапами оно шло, и Марсович, доведите нас, покажите нам, что сейчас происходит на этом поле. Значит, интерес, конечно, зарождается на основе контактов с немцами. Вы должны понимать, что весь санскрит это мафиозная значит структура немецкого происхождения и профессора в США, да и в той же Германии с ее 14 университетами, преподающими санскрит, это немцы. И зарождение изучение санскрита в России это, конечно, дело русских немцев. Так, а назовите нам какие-то фамилии. И тут возникает некоторое трение. Значит, у нас были личности, которые как бы не оставили следа, скажем так, в истории, но, в общем-то, как бы то начало, на котором все потом было выстроено, в частности, собственно, вот, в то время, в середине 19 века, а это золотое время санскритологии, то есть наши времена, это времена упадка. Вот сейчас. Вот сейчас. Да, сейчас мы живем во время, ну, и упадок бывает разный, у нас теперь поднимающаяся волна, но основа это упадок, мы пребываем в упадке. Но тогда, тогда был золотой век в санскритологии. И вот возникает некоторое трение. Трение, потому что немцы, они преобладают в Академии наук. И по восточному разряду у нас нету русских фамилий. И тут появляются талантливые, скажем так, студенты с явно не немецким происхождением. И как бы начинается некоторое сопротивление, потому что, потому что, вот, например, Бертлинг, Отто Бертлинг, который тогда уже был академиком, он говорит, ну, не буду я переводить на русский язык, потому что не знаю его. А ему говорят, переводите тогда на латынь. Латынь знают все. Значит, он говорит, моя латынь недостаточно хороша. Я буду переводить на немецкий. И в этот же момент, когда начинается перевод самого большого санскритского словаря в мире по сей день, где-то рядом значит, развивает как бы вопрос того, а славяне где, а русский язык где. И тут возникает Косович, который говорит, а я составлю санскритско-русские слова. И вот этот момент, начало, составление двух словарей санскритско-русского и санскритско-немецкого это одновременно. То есть это одновременно происходило. Они были в некотором собственно в конфликте, потому что Бертлинг отпускал некоторые едкие ремарки по поводу Косовича, мол, кто он такой. Ну, конечно, Бертлинг имел право делать разные замечания, потому что такого масштаба человека, как он, не то, что в России, в Германии среди санскритологов не было никогда больше. То есть это просто гений. Как гением был Залезняк, так гением был Бертлинг. Но Залезняк концентрировал все невероятно. То есть его сила в невероятной концентрации мысли. Бертлинг немножко другая грань. Он, Бертлинг получается его сила они в чем-то схожи. Но Бертлинг еще и аферист. Потому что человек в здравом уме за одну человеческую жизнь не станет дважды издавать семитонные слова. И дважды трехтонный сборник субхашит то из древнеиндийских изречений. Это должен быть аферист. Я просто хочу пояснить для тех, кто, может быть, не знает об этом словаре. Я когда впервые узнала, что словарь Бертлинга, который называется Петербургский словарь, правильно, Марсюриевич? Да, у нас есть большой и малый петербургский словарь. И вот этот петербургский словарь, он на немецком языке. То есть это вот санскрит, но не немецкий язык. То есть я говорю, ну как же так, ну почему же петербургский не на русском? Вот собственно историю, которую Марсюриевич рассказал нам. Да, то есть получается, что перед тем, как осваивать санскрит, надо выучить немецкий, потому что все санскриты, английские словари, это перевод с этого исконного первого, самого полного санскрита немецкого словаря, который содержит 144 тысячи слов. Ну хорошо, ну то есть вот эта волна, которая была в 19 веке, началось формирование и перевод и подготовка этих двух словарей, но я понимаю, Косович не закончил свой словарь, правильно? Косович не закончил свой словарь, и на самом деле он имел возможность его закончить, не совсем понятно, почему он его забросил. В его словаре больше 13 тысяч словарных статей, то есть это достаточно крупный словарь, это половина словаря Веры Александровны Кочергиной. Которая в своем предисловии пишет, что ее словарь является первым санскритско-русским словарем. Почему я стал издавать Косовича? Я прочитал предисловие Веры Александровны и сказал, нет, я не согласен. и перед смертью, за полгода того, как Вера Александровна покинула нас, она открыла Косовича и согласилась, и мне полегчало, и мне полегчало, потому что тот камень, который я нес, как бы он испарился, потому что история востоковедения содержит, она состоит из разных книг, порой труднодоступных, порой труднодоступных, и если у тебя нет этого словаря собственно как бы дома, то как бы работать несколько лет в библиотеке, делая выписки из словаря, ну, это неудобно. Конечно, они, то поколение советских ученых, они конечно не выходили из Ленинги, но все же, все же. И поэтому вопрос даже не в том, чтобы эти книги сделать доступнее, те книги, которые я издаю, вопрос в том, что некоторые из них просто неизвестны. То есть хранить забыли. Давайте тогда вопрос такой, вот может быть в двух словах расскажите нам, пожалуйста, вот все, вы затронули и сказали, что ситуация с санскритом сейчас, вы бы ее характеризовали как ситуация упадка. Ну, вот поясните, может быть, что сейчас у нас, вот какая история сейчас в этой области? Накоплен огромный материал, так, но он неосмыслен. Что вы имеете в виду? Ну, у нас нету людей уровня бетлинга, которые могут обобщить, которые могут, скажем, этот материал, он, его так много, что мы тонем в нем. Он разрозненный какой-то, да? Он как бы неосмыслен, он не пропущен через, то есть, индийскую, никто не может охватить, ну, там, хоть три шастры одновременно, но даже, даже, ну, получается, то ли люди измельчали, я не знаю, но получается, когда вот я полгода назад был в Калькутте, я спрашиваю, где, где, я разговаривал с учеником Рену, Рену, это самый выдающийся специалист по ведийскому языку в 20-м веке, да, и вот я разговариваю с французом в Пондичери и спрашиваю, ну, ну, а есть выдающиеся знатоки в Якараны с санскритской грамматикой в Индии? И тут он начинает перечислять по пальцам одной руки, и я понимаю, что это мамонты, и что через лет сто столицей санскрита снова будет Санкт-Петербург, потому что в Индии его просто не останется, ну, то есть мы не можем просто сами сказать, что я хочу изучать сейчас санскрит, открыть учебник и выучить его, то есть это должны быть редкой дисциплины люди, я за свою жизнь от силы знаю трех людей, которые сами справились со всеми сложностями в одиночку, то есть это язык, который требует проводника, хорошего, плохого, умного, глупого, не имеет значения, проводника, и вот получается, что даже в Индии, казалось бы, ну, где должно быть больше санскрита, чем в Индии, что даже там получается, вода мельчает, и поэтому мне хочется запечатлеть этот момент, и я начал с раскопок исторических, то есть с золотой эпохи, но это не значит, что мы там должны застрять в этой эпохе, но когда я начал в начале 2000-х изучать санскрит, был книжный голод, файлы начали появляться, я ночью, на ночь мне в иностранке выдавали книгу, к утру я должен был ее вернуть, я ее за ночь сканировал и возвращал, как бы там тысячи, две тысячи страниц за ночь, то есть я пытался воспользоваться, интернет тоже зарождался, интернет еще как такового, но он был, и я пытался заполнить интернет книгами, сканами, файлами, я сканировал сотни книг по санскриту, вот, а потом я понял, что файлы файлами, ну неудобно держать одновременно 20 открытых книг в Adobe Acrobatia, а что-то хочется все-таки держать в руках, и и тогда я понял, что люди, у меня возникла мысль, что люди не должны мучиться так, как мучился я, и при этом я жил в Москве и имел доступ к тому, к чему большая часть моих учеников, например, не имеет, и даже не подозревает о существовании таких фондов, не имея доступа к таким библиотекам, то есть это правда, Марсюч, вы просто кладитесь в кладись вот знаний того, где что можно найти, где что можно почитать, потому что что может научить университет, университет не может дать всех знаний, но он может научить тебя, где искать, и находясь в Москве, у нас Ленинка, историчка, иностранка, вот в этих трех библиотеках содержится то, все необходимое для изучения санскрита, а теперь посмотрите в своем читальном билете, когда вы последний раз были в историчке, то есть понятно, что интернет захватил все, но я одновременно подпитывая интернет, пытаюсь не увлекаться им, потому что я считаю, что древние языки надо изучать по бумажным источникам, точка. Хорошо, Марсиш, тогда такой вопрос у меня к вам, раз мы подошли к изданию книг, о которых вы говорите сейчас, скажите, пожалуйста, почему вы занялись именно изданием репринтов? Почему именно репринты? Значит, что такое репринт? Это издание по возможности один к одному соответствующий оригиналу, значит, репринты бывают разные. Мои репринты отличаются тем, что я пытаюсь за несколько лет до этого начать обрабатывать эту рукопись для того, чтобы найти и исправить опечатки. Проблема санскритских книг в том, что в них, в хороших книгах раньше было единично, а теперь сотнями и тысячами содержатся опечатки. И поэтому я начал с классики. А классика, как уже было сказано, была издана в золотую эпоху отечественной санскритологии, которая закончилась в 1917 году, что означает, что базовые книги, так уж случилось, были изданы в старой орфографии. И поэтому вопрос не в том, что я решил печатать репринты, но это технически наиболее доступное и наиболее, что ли, ну, все началось с Кнауэра, и даже на поиски просто самой книги ушло пять лет. Но это вы нам расскажете в следующем эфире, все, мы будем говорить про Кнауэра в следующий раз. История заключается в том, что санскритология связана с определенными городами. Нету санскритологии, хотя мы все сейчас в онлайне, но каждый из нас родом из какого-то города, он учился у кого-то, кто учился в каком-то городе, и поэтому Петербург, Москва, Киев, Тарту, это основные исторические центры изучения санскрита в Российской империи. И с нее, пожалуй, следует и начать наш разговор в следующий раз, когда мы начнем рассказывать о том, почему я считаю, что надо знать не только о существовании той или иной книги, но это удивительной судьбы люди, которые на своем примере проблемы, не проблемы. И когда человек 14 часов, 16 часов в день отдает любимому языку, это образец для подражания. И есть люди, о которых надо помнить даже спустя 200 лет. Их подвиг как бы увековечен в этих книгах, но книги это не главное. Мне гораздо интереснее их судьба. Истории отечественное востоковедение это удивительная вещь. И поэтому мне бы хотелось, Кать, заразить интересом не только к санскриту, но и к тому, чтобы познакомиться с теми людьми, благодаря которым, как ты уже сказал, у нас есть возможность изучать санскрит на русском языке, даже не зная английского, а тем более немецкого языка. Это правда. Я знаю ваши книги и о том, как вы готовитесь к каждому изданию. Я знаю, что за каждой книгой скрывается интереснейшая история поиска материалов, а также раскопок различных писем вокруг этого, каких-то интересных фактов об авторах, о том, как они изучали, как они жили. И поэтому собственно и родилась у нас идея сделать такую серию эфиров. И мы будем рады поделиться с вами друзья интересными историями о замечательных санскритологах. Я уже понимаю, что Марс Юрьевич сейчас тянет и покажет вам целую стопку книг. Одной руки мало. Мне приходится качаться, чтобы поднять эту стопку. Она весит 7,5 килограмм. Марс Юрьевич, сколько уже сейчас издано книг в серии библиотеки Сейчас издано 13, но 13 застряло в Москве, а пока у меня в руках 12. Мы ее ждем, мы ждем имено, конечно, да. Вот, вот это все книги изданы в этой серии, в серии библиотеки санскритики. Это книги, которые помогают нам изучение санскрита. Здесь есть также книги для чтения. Походный комплект, так сказать. Это, конечно, не все, что нам нужно, но это именно такой походный комплект. Если вы выезжаете на дачу или идете гулять с собакой, то вы берете с собой 7,5 килограмм книг и тележку. Тележку. Значит, да. Вот. Хочу сказать, что это не только книги по грамматике, это и христоматии, это книги для чтения. Словари. Словари. Вы можете почитать Савитри, историю о Савитри в оригинале, также какие-то гимны-регведы. Вы поймите, что это довольно сложно, но вот найти в хорошем качестве изданные вещи, где будет написано прям, ну, будет напечатано на Деванагаре. Это все очень-очень здорово, очень удобно, поэтому, друзья, будем говорить об этих... Моё изначальное, скажем, мой изначальный посыл заключался в том, что я не буду издавать плохо. Я лучше не буду издавать никак, чем плохо. И поэтому от книги к книге я пытаюсь улучшать полиграфическое качество, понимая медленно-медленно, проникаясь в тонкостях, полиграфической, скажем так, науке. Ну что, мы в следующий раз будем говорить о Кнауэре, это о том, как была книга найдена, как её искали, вообще, как в Март Юрьевич к вам вообще пришла эта замечательная идея напечатать этот замечательный учебник, потому что мы им пользуемся, хоть он издан на, скажем так, дореволюционной орфографии, орфографии, я теми, вот с этими всеми страшными, непонятными. Но эта книга действительно очень сильно помогает, мы будем о ней рассказывать в следующий раз. Мы расскажем о разнице между санскритологов, санскритологов русских и санскритологов немецких. и в какой момент возникает, то есть я считаю, что их надо объединять. Немецкий педантизм надо объединять с русским полетом. И тогда, и тогда у нас возникает петербургский словарь, которым равных нету и никогда не будет. Друзья, я вас благодарю всех за участие, за внимание. Я рада, что нашлось столько любителей и тех людей, которые интересуются санскритом. Рада организовать, образовать такую общность, где мы будем говорить о том, что интересно, потому что, не знаю, люди, которые меня знают, но все говорят, точно у него кукушка по санскриту поехал. Но мне правда это все очень интересно. Но этот момент нужно задокументировать. И это будет история нашей с тобой совместной болезни. Хорошо. Такой диагноз нам поставят. Друзья, мы вас тогда ждем в следующий вторник. Мы уже прям, видите, мы конкретно знаем, что... Если будет неудобно, то есть мы можем перенестись на какой-то день, но пока мы цепляемся за вторник на это время. Мы пока оставляем вторник. Да, я думаю, что пока у нас коротень. Около часу. Да, мы, значит, остаемся. Мы остаемся в это время, поэтому присоединяйтесь, мы вам будем очень рады. Если будут какие-то у вас вопросы, либо какие-то дополнения, пожалуйста, мы рады общению всегда. Пожалуйста, пишите, если будут вопросы заранее. То есть тоже я рада, я буду... Я подготовлю тогда этот список и, соответственно... Мы хотим с вами поговорить. Мы со скульпцией, мы заперты, и мы хотим на волю. На волю нельзя, и поэтому давайте поговорим о главном. На волю нельзя. Поговорим о скульпцией. Поговорим. Марц Юрьевич, вот вам пишут, что вы умеете вдохновлять, и я совершенно с этим соглашусь, что Марц Юрьевич, он лучший в этом смысле. Вот, Марц Юрьевич, я вас благодарю за то, что вы согласились вообще на эту тоже в определенном смысле авантюру, что вы решились рассказать об этих всех вещах, поделиться, потому что, ну, у вас очень много знаний накоплено, и мы будем рады вас послушать, ваши интересные истории. Это история любви, поэтому я не могу больше... Вы понимаете, мое сердце... Переполняет уже. Оно переполнено. Мне надо отлить в какой-нибудь стаканчик хотя бы несколько капель... Капель. Капель. Крови. Крови. К любовью. Потому что эта история написана кровью. Отлично. Ну все, мы будем рады все это услышать. Все, друзья, ждем вас в следующий вторник. Благодарим вас за участие. До свидания. До свидания. До свидания.